Тут уже есть о чем поговорить. Посмотрите, пожалуйста, смещение частицы происходит влево-вправо от положения равновесия, в силу знакопеременная функция. Некоторые моменты смещение положительное вправо от положения равновесия, некоторые моменты отрицательное влево от положения равновесия. Про юферензировав эту величину, мы с вами получили значение скорости, которое тоже изображается знакопеременной функцией. В некоторые моменты скорость положительная, в некоторые отрицательная, она то больше, то меньше. Обратите внимание, постоянной не является. Но для того, чтобы сопоставить две величины, желательно сделать функции одинаковые. За счет использования формулы переменения, несложно записать. А, омега, синус, круглые скобочки омега-д, плюс тимулевое, плюс бипополав. Вот тут мы впервые сталкиваемся с тем, что называется фазовым сдвигом. Колебания двух величин происходят с одинаковой частотой. Описываются одинаковые ценности и синус, но аргументы синуса в этих функциях отличаются слагаемыми бипополав. В этом случае говорят, вот там, где фаза больше, эта величина опережает, ее колебания опережают по фазе, но и пополам колебания этой величины. Точно так же можно сказать, вот эта величина отстает по фазе, как и пополам, вот эта величина. Ну, сейчас мы будем рисовать соответствующие графики, так она будет понятна. Значит, учитывая, что скорость не остается постоянной, можно определять ускорение частицы. А ускорение находится как вторая производная смещение и первая производная скорость. И по-другому. Дифференцируем ранее полученное выражение. Получаем минус а омега квадрат синус круглой скобочки омега t плюс фи нулевое. И сейчас я постараюсь преобразовать эту функцию так, чтобы не мешал минус стоящим здесь в самом начале. А омега квадрат синус скобки омега t плюс фи нулевое плюс пи. Оказывается, что эта функция меняется по гранатическому закону с той же частотой оттенки, что исходно. Да. Но существует фазовый сбегу, который больше, чем у скорости. Эта величина опережает в своих колебаниях по фазе смещения на сколько? На пи. А если сравнить фазовые, слагаемые у двух этих величин, скорость опережает смещение по фазе на пи пополам, ускорение опережает смещение по фазе на пи, тогда кто из этих двух величин скорость и ускорение? Кого опережает, кто отстает? Скорость. Скорость. Ускорение опережает скорость по фазе на сколько? На пи пополам. Да, между ними разность. Пи пополам. То же самое можно сказать иначе. Скорость. Отстает по фазе от ускорения на пи пополам. К этой терминологии надо постепенно привыкать. Я знаю, что это традиционно сложный момент. Значит, давайте потихоньку привыкать пользоваться этим. Если будут какие-то вопросы, не степитесь сразу задавать вопросы. Сразу не ясно. Так, вот сейчас вопросы появились. Хорошо. Поскольку мы с вами определили ускорение материальной точки, можем, воспользовавшись вторым законом Петютана, найти силу, которая действует на этой точке. Значит, записываем. Сила действует на этой точке. М. Проверяется. МА. Я подставляю значение. Так. Хорошо получилось. Ну ладно, сейчас выкрутимся. М умноженное на Э. Вот на Э. Минус. А. Омега квадрат. Синус круглой скобочки. Омега Т. Плюс Фин. Обратите, пожалуйста, внимание, что в образовавшейся комбинации круглой скобки. Множители А. Синус круглой скобки. Полностью повторяют исходную функцию освещения. Я могу то же самое записать компактно в таком виде. Минус. М. Омега квадрат. Икс. Минус. Минус х. Им понятно, как это получилось? Минус. Минус. Минус х. Омега квадрат. Минус Х. Минус Х. Минус Х. Минус Х. В законе рука для упругой силы, да? Значит, вот давайте запишем так. Сила F называется квазиупругой. Сила F называется квазиупругой, потому что изменяется по закону. Потому что изменяется по закону, характерному для упругих сил. Называется квазиупругой, потому что изменяется по закону, характерному для упругих сил. Я напоминаю вам, что иностранная приставка квази означает как бы, вроде бы, якобы, типа. Ну, либо упругая, но не совсем. Смысл этого выражения вот в чем. О физической природе сила, действующая на колеблющуюся точку. Не обязательно должна быть упругой. Она может быть какой угодно другой. Это может быть сила трения, сила электромагнитного воздействия. Не важно, любая. Но меняется она по закону, характерному для упругих сил. Поэтому ее называют квазиупругой. Такая общепринятая терминопрогия. Теперь мы с вами можем найти кинетическую потенциальную энергию колеблющейся частицы. Если я буду писать формулы на этой части доски, всем видно, не отсвечиваю. Значит, пишем кинетическую энергию материальную точку. Не кинетическую. МВ квадрат пополам. Выписываю одну вторую. Умножаю на М. А значение В подставляю вот из этого выражения. Не забывая возвести все множители в квадрат. А квадрат. Омега квадрат. Осинус квадрат. Круглые скульптики. Омега Т плюс химин. Всем понятно, как это получилось? Потенциальная энергия материальной точки. Ну, поскольку сила, действующая на эту точку, меняется по закону, характерному для упругих сил, потенциальную энергию рассчитываем по формуле, как при упругой деформации. Кх квадрат пополам. Формулу мы с вами будем наденять в нужном связи. Подстановка. Значит, одну вторую записал. Вместо К берем комбинацию двух со множителем из нижней формулы справа. Это будет М омега квадрат. И Х заимствуем вот отсюда, не забывая возвести все множители в квадрат. Получается А квадрат. Синус квадрат круглой скотки. Амега Т плюс фи 0. Все согласны с таким вариантом записи? Теперь полная энергия материальной точки определяется суммой кинетической и потенциальной энергии. Для того, чтобы сократить количество записываемых букв, я сразу обращаю внимание на то, что в двух величинах много одинаковых сомножителей, которые я сразу вынесу за скобку. Одна вторая. М. А квадрат. Омега квадрат. Это все выносится. В скобке остается от первого слагаемого косинус квадрат круглой скотки, а от второго синус квадрат круглой скотки. Во что превращается такая комбинация в единицу? То есть я продолжения писать никакого не буду. Всем понятно почему. Смотрите, как интересно получилось. Кинетическая энергия меняется во времени по довольно сложному закону. Потенциальная энергия сама по себе тоже меняется во времени по совершенно сложному закону. А вот их сумма от времени не зависит. Постоянная величина. Но это, конечно, при условии, что отсутствуют потери нагрения, да прочее, не безобразие. Понятно, что это идеальная энергия. Вот эта величина константа. И это стоит обмечать константа. А для того, чтобы вам стало понятнее, как это все получается, мы сейчас проиллюстрируем все эти формулы графиками. Единственное, о чем я буду у вас спросить, графики должны располагаться все на одной странице. Их главная ценность – они друг под другом синхронизированы по грязи. Здесь будет четыре гардератных системы. Я вот эту часть доски все займу графиками. Если у вас страничка уже заканчивается, лучше переверните и начинайте снова. Сейчас 30 секунд ничего не рисуйте в конспекте. Посмотрите, что делаю я, а потом повторите мои действия. Значит, вот я провел общую вертикальную ось, которую разбиваю на четыре неодинаковых кусочка. Вертикий график второй, третий и самый большой по вертикальной масштабу на четвертом. Вот одна координатная система. Х в зависимости от 5. На втором графике В в зависимости от 5. Третий график А в зависимости от 5. И, наконец, последний график для всех возможных энергий. У этого графика не будет отрицательных значений величин. Используется верхняя полукость. Вот такую заготовку можно уже начинать рисовать. При этом я прошу вас на верхнем графике через три клеточки отметить точки на временной оси равные интервалы по три клеточки. И функционерными линиями аккуратненько сместить все эти временные метки на ниже расположенную графику. Главная ценность всех будущих графиков в том, как меняются функции в одинаковые моменты времени. Очень важно потом не забыть правильно обозначить в этой точке на временной оси. Я хочу сразу договориться, что графики мы будем рисовать в случае нулевой начальной. Самый простой вариант рисования графика. Все нулевое, а то, что с того. Так, хорошо. Так, хорошо. Пересмотрим график с уридой, с учетом того, что начальное авто за равно нулю, то есть в начальный момент времени х равно нулю, далее будет проходить через четвертый координат. Он не будет подниматься выше вот этой горизонтальной линии и опускаться ниже вот этой горизонтальной линии. Значит, линии находятся на уровне плюс а и минус а, и выбрав красный мел, я ставлю точку. В начальный момент начального кардинат, максимум, ноль, минимум, ноль, максимум, ноль, минимум, ноль. И соединяю эти точки в квадратный клюв. Вот такая красота. График зависимости смещения выделенной точки от времени. В следующем рисунке будет зависимость скорости от времени. В меняется вот по такому закону. Значит, не сложно заметить, что в группах умножителей а-омега определяет максимально возможное значение стоимости. Когда фосилус круглой с функции равен плюс единице или минус единице, это в группах умножителей задает границы единице. Значит, вот в таком коридоре, который находится график скорости, максимальное значение а-омега, минимум, минус а-омега. Но, с учетом того, что фи начальное равно 0, при t равно 0, мы получаем максимально возможное значение скорости. а-омега. Вот через эту точку проходит график. Потом через 0, минимум, 0, максимум, 0, минимум, 0, максимум. Соединяем равный кривой. Забавная штука. С той же частотой меняется функция, но максимумы не 0, с красной кривой. В разные моменты времени встречаются. В общем, так и должно быть. Когда свещение минимально, скорость максимально. Когда свещение максимально, скорость разновлюет. Моевник отклонился до крайнего возможного положения. Остановился и начинает двигаться обратно. Вот это момент скорости разновлюет. Так. Следующая функция. Ускорение. Ускорение будет меняться по законности синуса. Тоже, вот, группа множителей перед синусом определяет максимально возможное значение функции. Значит, показываем, в каком календуре находится график. Максимально возможное значение а омеда квадрат. Минимально возможное минус а омеда квадрат. И синим цветом я рисую график, так и дальше вот через такие пачки. Сложно заметить, что синий график проходит через нулевые значения в те же моменты времени, что и красный график. Но на красном графике максимум, а на синем – минимум. На синем – максимум. На красном – минимум. В противофазе. Слик фаз на фи. Ну, а теперь начинается самое интересное. На графике энергии. Я сначала беру в руки красный мел, который использовался для графика Х от П. Со смещением Х связана потенциальная энергия. Вот ее формула. Давайте сообразим. В те моменты времени, когда смещение Х равно нулю, потенциальная энергия тоже нулевая, да? Когда Х максимально возможная, для потенциальной максимальной. В те моменты времени, когда Х равно нулю, потенциальная энергия нулевая. В этом и в нем. Когда экстремально возможное значение х, либо с плюсом, либо с минусом, за счет возведения квадрата величины х, получаем максимум непотенциал. Вот эти точки. Соответствующие экстремуму смещения. Если соединить эти точки плавно и кривой между собой, мы получаем вот такой график. График потенциального. Беру руки желтыми, от которых рисовал график скорости. То есть, кинетическая энергия связана со скоростью. И, соответственно, она обращается в ноль, когда скорость равна нулю. Или приобретает максимальное значение, когда скорость экстремальна. То есть, она может быть либо максимальной, либо минимальной. Итак, в те моменты времени, когда в аэр на нулю, кинетическая энергия нулевая. В те моменты времени, когда на желтом графике скорости экстремум. Кинетическая энергия максимальная. Соединяя эти кривые плавные, соединяя эти точки плавной кривой, получаем вот такую красивенькую картину. График георетический. Теперь, с помощью зеленого мела, я построил график полной энергии, которая определяется как сумма георетическая и потенциальная. Несложно заметить, что эти две кривые, суммируясь в любой точке, дают одно и то же значение. Графиком результата служит вот такая прямая. Значение суммы двух энергии одной и то же. Так, зеленый мель недостаточно мель, но все-таки можно заметить, что он не совсем белый. Вот такая красота. Так, чтобы я потом не забыл, давайте сразу уточним, какие точки временной оси вы использовали. Вот эта точка соответствует периоду кальтования. Значит, соответственно, здесь полпериода прошло, вот эта четвертушка периода. Ну и этой точке соответствует три четверти. Если я за пределы периода выйду, значит, здесь будет пять четвертых пят, здесь три вторых пят. Здесь показывается сколько? Семь четвертых пят, да? Семь четвертых пят. И вот эта точка два трех, два периода. В долях периода очень удобно оценивать временной масштаб, потому что независимо от абсолютного значения периода, годы миллисекунды или миллисекунды, значит, поведение колебательных систем сходным оказывается. Идеальным упражнением по компьютерной графике было бы выведение этих графиков на экран. Очень помогает разложить все по полочкам. Поиграйте, если получится. Я считаю, что вы начиняли эти разговоры, значит, графики у большинства у нас нарисованы. Я хочу вас обратить внимание вот на что. Я сразу предупредил всех, что рисую графики при случае нулевой начальной фазы. Если начальная фаза будет отличаться от меня, скажем, будет положительно, то все цветные графики и задороженные на доске дружно сместятся влево. То есть смещение в начальный момент не будет нулевым. Оно будет именем какое-то оконечное положительное значение. Точно так же скорость будет не максимальной, а какой-то вот такой. Значит, все графики смещаются на какой-то шаг. Тем больше, чем больше значения у нас. Если фи нулевое отрицательно, то все графики, наоборот, съезжают вправо. Они запаснанут по времени на какую-то величину. Если вы будете рисовать компьютерным способом эти графики, то вводя произвольное измечение фи нулевого положительное или отрицательное, вы очень хорошо убедитесь, как это влияет на резерву. Теперь я прошу вас особо обратить внимание на фазовое соотношение. Значит, обратите еще раз внимание, что красный, желтый и синий графики имеют одинаковую частоту. Одинаковый период. Но проходят через максимальные и нулевые значения не однопременно. В том смысле, что когда у красного графика максимум, у желтого ноль, у синего минимум. И остальные характерные точки, ребята, также связаны. Значит, на примере красного и желтого графика смотрим, как ближайший фазовый сбит на Пи пополам. Опережение желтым графиком красного на Пи пополам по фазе. Вот у вас перед глазами. Максимум случается раньше на четверть период. Опережение синим графиком красного по фазе на Пи. Означает, что нулевые значения функций достигаются одновременно, но когда у одной функции максимум, у другой минимум. Противофазный колебательный процесс. Сдвиг по фазе на Пи. Что непонятно. Я понимаю, что сейчас у каждого, ну если не у каждого, то у многих из вас, в голове бьется очень неприятная такая, не слишком. Вот не дай Бог, это попадется на рюкзак. И срывать эти графики в сопровождении соответствующих формул, вроде бы малоприятное занятие. Спешу вас успокоить. Лекции так через три, четыре, пять, вы обнаружите, что это благоприятный вариант реализационного конспекта. Так, ответа. И вы будете мечтать, чтобы именно этот вопрос вам достался, а не какой-нибудь исследующий. Успокоил его. Вопросы появились? Если вопросов нет, тогда мы переходим к обсуждению физических маятников. Так, графики мне пока жалко вытирать. Я могу в правую часть доски освободить от плавного? Записывайте, пожалуйста, с красной стихии определения. Физическим маятником называется... Физическим маятником называется любое твердое тело... Любое твердое тело, которое может вращаться... Физическим маятником называется любое твердое тело, которое может вращаться под действием силы тяжести относительно произвольной горизонтальной оси, не проходящей через его центр массы. Физическим маятником называется любое твердое тело, которое может вращаться под действием силы тяжести относительно произвольной горизонтальной оси, не проходящей через его центр массы. Я нарисовал на качуйке тело произвольной формы. В виде такого большого кабачка или тыквы. Центр массы. Вот эта точка. В этой точке горизонтальной, то есть в индивидуальной доске, проходит ось вращения. Маятник на рисунке изображен в отклонённом от равновесия положении. Если бы он находился в положении равновесия, в красный отрезочек совпадал бы по направлению высоких пунктирных вертикальных подрезков. Сила МЖ заставила бы вернуться в айтник в положение равновесия. Красный отрезочек Б соединяет центр масс с точкой подрезков. С точкой, через которую проходит курс. Все себе представили мысль на эту конструкцию. Я хочу сразу обратить Ваше внимание вот на что. Я нарисовал майки в таком положении, как будто в положении равновесия. Я его рукой отклонил, повернув вправо против часовой стрелки. При этом сила тяжести пытается повернуть его в обратную сторону, препятствуя от отклонению. И все это делали. Я рукой поворачивал майки против часовой стрелки, а сила тяжести пытается повернуть его по часовой стрелке. Если бы отклонение маленького произошло в противоположную сторону, то, вращая его рукой по часовой стрелке, вы получили бы противодействие со стороны силы тяжести, попытку подозрить его против часовой. Где это себе присказывает? Поэтому момент сил тяжести в данном случае называется возвращающим моментом. Давайте попробуем определить этот момент. Аминт любой силы определяется как произведение модуля силы на плечо. А плечо это длинная отрезка, опущенного в виде перпендикуляра на линию действия силы. Вот, плечо силы. Несложно догадаться, что этот угол в треугольном треугольничке с другими сторонами такой же как аль. Значит, записывая так. Сила тяжести создает возвращающий момент M. Сила тяжести создаёт возвращающий момент M. Минус Mg B sin L. B sin L это это L. Ничего себе. Минус указывает на то, что момент возвращающий. Пытается развернувать их в сторону, противоположную верночальному отбору. Теперь нам нужно записать основное уравнение динамики вращательного движения. Кто-нибудь может процитировать, как оно выглядит? Так, отличный. Двухмесячный каникулярный перерыв пошёл в север на поле. В кавычках. Пишем. Основное уравнение динамики вращательного движения. M равняется G. Эпсилон. Аналог второго закона Ньютона для вращательного движения. Момент действующей силы, момент генеции тела, эпсилон, угловое ускорение. Подставляем значение M и вспоминаем, что угловое ускорение вторая производная углата-блата по времени. У нас получается минус Mg B sin L равняется G, умноженное на B L, вот это L. Дальше элементарные математические преобразования. Слакаемые с левой части, переношу в правую, меняя знак. И сразу делю левую и правую части на момент генеции, чтобы не было никаких ложителей и второй производной альфа. Получаем D2 альфа, ОДТ дважды, плюс Mg B, зеленая математическая, синус альфа, равняется нулю. Теперь мы воспользуемся свойством малых углов. Мы будем рассматривать малые колебания маятника, то есть колебания, когда угол альфа, на который он отклоняется от положения равновесии, не больше 3-5 градусов. Я не знаю, говорили ли вам об этом в математике, но свойства малых углов таковы. Если угол мал, то значение его синуса и тангенса совпадает с значением самого угла в эргенном радио. То не видно, что вы можете с помощью калькулятора проверить. Но это справедливо только для малых углов. Значит, если угол мал, если колебания малы, то синус альфа можно считать приблизительно совпадающим с альфом. Тогда это уравнение приобретает такой вид. G2 альфа по ДТ2-жи плюс МГБ-гидонная на жи альфа равняется нулю. Я утверждаю, что с похожим уравнением мы с вами сегодня уже сталкивались. Кто может мне подсказать, что вы получили? Мы получили дифференциальное уравнение гармонических калибаний, в котором вот этот рот МГБ-гидонная на жи играет роль объекта квадрата. А мы с вами договаривались, что если для некоторой величины, раньше это была С, теперь альфа, справедливо не в уравнении гармонических калибаний, то это означает, что данная величина меняется по гармоническому закону. Это совершенно однозначный рот. Соответственно, я на основании этого упражнения могу записать, что альфа меняется во времени по закону синуса или по синусу. Значит, давайте напишем таково сразу. Получено дифференциальное уравнение гармонических калибаний. Получено дифференциальное уравнение гармонических калибаний. Это означает, что альфа меняется по гармоническому закону. Альфа максимальная, умноженная на синус, нужно из кончки омега 5 плюс и начальника. Причем в этом выражении омега, это корень квадратный, и с такой дробью в числителе МГВ деленное на жи. А период колебаний такого маятника выражается как 2фи деленное на омега, то есть 2фи, корень квадратный из жи деленного на МГВ. Вот эту формулу прошу отдельно запомнить. Мы ею будем пользоваться даже сегодня на практическом занятии. Сегодня в одной группе на второй паре практика. А в следующий четверг две остальные группы на второй и третий паре практика звучат. Так что вот это сразу будем применить. Период колебаний физического маятника. Ну что такое двойка и пива, кайфорболю всем понятно. ЖИ. Момент инерции маятника относительно выбрана Алисия. Напоминаю вам, что у одного и того же тема момент инерции может принимать разные разрешения. В зависимости от того, как проходит гость относительно центра массы. М. Масса всего маятника. Ж. Ускорение свободного падения. В. Б. Расстояние между центром массы и точкой подвеса. Вот этот отрезок, который я обозначил красным цветом на рисунке, в стандартном учебнике от главного его остального обозначен другой. Там использована маленькая буковка А. Все студенты, которые осваивали Василия, с помощью этого учебника, ну не все, а почти все, нужно говорить, что А. это какое-то ускорение. Вызывая на людей ярость и желание попать года, ответить. Пожалуйста, не делайте успешных выводов. Я постарался выбрать такую буковку, которая не вызывает ненужных ассоциаций с другими величинами. Думайте, пожалуйста, что... Отвечаете, когда я задаю вам фасу, что означает буковку, разные буковки, в этом уровне. Так, вопросы появились? Если вопросов нет, я сейчас попробую рассказать этот материал известным вам материалом школьного учебника. В школьном учебнике физические маяки и не рассматривались, а там фигурировал математический маяк. Виде материальные точки МАСССР подвешены на невесомой нерастяженной нити длины М. Было такое? Было. Значит, пишем дальше в конспект. Математический маяк можно рассматривать... Математический маяк можно рассматривать как частный случай физического маякника, у которого B равняется L в длинной нити, а G в моменте ДАЗИ это МКО квадратно. Частный случай физического маякника. Тогда, T математического маякника оказывается равным в двойки корень из L на G. Я этой алгеброй примитивной заниматься сейчас тратить дорогие секунды не хочу. Отставить значения B и G вот сюда, от корень, и произвести все сокращения, вы, по-моему, в состоянии самостоятельно. Конечная формула выглядит вот так. У меня есть подозрение, что эта формула в школьном учебнике предлагалась для законодания без объяснений, без обоснований. Откуда берется, не говорим, заучите и пользуйтесь. Вот теперь вы знаете, откуда отобегается. И у меня появилась возможность задавать вам вопросы в его вида. Выведите формулу для периода колебаний физического маяки. Выведите формулу для периода колебаний математического. Чувствуете, куда я говорю? К чему это все сводится? Я начинаю вам закидывать информацию для подготовки к будущим годовым контролям. Прямо с первой стычки. Так, вопросы появились? Ну что ж, тогда будем считать, что мы с первым параграфом справились хорошо. И у меня есть предложение записать заголовок следующего параграфа. Сложение колебаний. Ну давай я пробиваю. Сложение колебаний. Я собираюсь сейчас вас немножко нагрузить. Сложная информация. И прежде чем что-либо писать в конституте, нужно кое-что нарисовать на носу. Координатная система. Для взаимодействия для пунктикулярных оси. Икс, икс. Изначально координат. Проведим некоторый вектор А. Обозначение выгодно специально не идеальное, чтобы вы не связывали вас с какой-то конкретной физической, или ничего. Этот вектор, оставаясь постоянным подлиннее, имеет возможность вращаться относительно к координат против часовой стрелки с глубокой скоростью омега. Меня интересует, по какому закону меняется проекция этого вектора в одной сибири. Вот этот угол Фи, который составляет вектор с горизонтальной осью, будет непостоянным. Если угловая скорость константа, то угол меняется по закону омега Т. Он был бы таким, если бы вектор в начальный момент совпадал с горизонтальной осью. Но если вектор находился в каком-то произвольном положении, здесь нужно добавить еще в слагаемое Фи нулевое. Угол между вектором и горизонтальной осью в начальной моменте. Теперь я прошу вас сообразить, что, зная гипотенузу и угол в треугольнике, противорежащий Катя, то есть Асинглексом У, мы вычислим по несложной форме. А умноженная на сибирь, что у тебя есть слабость, омега Т, его плюс Фи нулевое. А это твое плюс Фи. Как ни страшно, проекция вектора в любой момент времени оказалась совпадающей с обозначением гармонически меняющейся величины, СРТ. Как мы его записывали полчаса назад. Заметили, да? Значит, мы словами можем описать ситуацию так. Для вектора, который вращается с постоянной угловой скоростью на полскости, проекция на координатную ось меняется по гармоническому закону. Кстати говоря, на горизонтальную ось проекция будет А, по сибу, с пробой скоростью. Но чтобы вас не сильно нагружать, я сейчас не буду на это обращать. Вот сейчас потребуется определенное усилие интеллектуальное, потому что записанную формулу я попытаюсь прочитать не слева направо, а справа налево. Меняем направление рассуждения. Мы начинаем с того, что в нашем распоряжении есть некоторый гармонический калибательный процесс. И мы этому процессу ставим в соответствие некоторый воображаемый вектор, который вращается с воображаемой плоскостью. Что я могу сказать про характеристики этого вектора, если у меня есть уравнение гармонических калибаний? Во-первых, я знаю, какой длины этот вектор. Длина определяется в соответствии с перегазом на процесс. Во-вторых, угловая скорость, в которой реактор вращается, полностью совпадает с тегрическим частотой калибан. Начальное положение вектора по отношению к реизонтальному оси задается уходим слагаемым, то есть начальная фаза определяет, в каком положении вектор находился по отношению к оси в начальной мере. То есть мы знаем при векторе все. Вот такое представление гармонического калибания с помощью вращающегося века называется построением векторной диаграммы калибательного процесса. И оказывается, что применение векторных диаграмм позволяет свести сложную процедуру сложения калибать уже знакомой нам процедури сложения векторов. Легко и просто. О том, что сложением калибаний инженеру приходится заниматься регулярно, вы погуляетесь даже без моих веществах. Например, если я вам напомню, что температура атмосферного воздуха испытывает суточные калибания, но ночью и днем земная порядка получает разный заряд энергии от солнца. И кроме этого, существует еще годовой цикл изменения температуры. Летом теплее, зимой холоднее. Вот эти два калибательных процесса накладываются друг на друга. И вывести общий закон изменения температуры с учетом суточных и годовых сезонных калибаний не так просто. Но это один из простых вариантов. Вот вам пример более серьезных и злойных. Качели с ребенком. Девочка-пяти лет сидит на качелях и качается, держа в играх игрушку в виде уменьшенной копии качеля. А на качелях маленькой игрушечной сидит куколка вот такого размера. И пока хозяинка качается на больших качелях, куколка вместе с ней еще качается и на маленьких качелях. Вот если я вас попрошу записать уродные траектории куколки, вы столкнетесь с такими математическими выходили, а которые здесь используют и подозревают. Попробуйте. Все, на сегодняшний день, у него все, и снова.